Объясню, как работает закон вселенной. Почему мы встречаем, знает что. Почему мужчина иногда не любит свою жену, а с главной женщиной у него остается мать. Когда женщина выбирает себе мужчину, она автоматически начинает ему отдавать свою энергию. Максимум через 4 года этот человек от тебя уйдет с криками, визгами, с полной ненавистью и тапочки пополам. Ну а как? Ну я не понимаю, просто ну да сюда. В чем ошибка? Ребят, вас реально надо учить выходить замуж. Как говорят, близнецовых пламенатом, что вот встретил одного человека на всю жизнь. Нет, ребята, их не существует. То есть ты растешь, ты развиваешься, ты меняешься, у тебя меняется состав материи, у тебя идет эволюционный рост, меняется центрированность сознания. То есть ты сначала физически центрирован, потом ты эмоционально центрирован, ты живешь чувствами, потом ты начинаешь жить какими-то целями. Пытаешься реализовать себя. И получается, представь себе, что на протяжении всех этих различных состояний у тебя должен быть один человек, который вдруг тоже почему-то должен рядом с тобой расти и так же гармонично меняться. То есть это на самом деле редчайшая возможность найти такого человека, одного на всю жизнь, который бы с тобой вот так параллельно шел, и вот ты поднялся, он поднялся, ты и он, и вы такие вот вдвоем, широчка-сума-широчка, и умерли в один день. Вот так не бывает. Значит, смотри, почему раньше браки длились долго? Так, это нормально, потому что люди развивались медленно. Бабушки, дедушки, простите, пожалуйста, даже милые мои родители, значит, на определенном этапе времени все равно начиналось такое, что начинали гулять, заводить параллельные семьи или заводить другие отношения, потому что просто разводиться было не принято или экономически невыгодно, потому что нужно было растить семья, дети должны быть обязательно в браке, что люди скажут, там, из партии выгонят, если ты разойдешься. То есть на страхе такое удерживаться. Да, страх, да. То есть получается, что отношения как бы удерживались, но люди присутствуют в отношениях для того, чтобы потереться, огонь трения друг об дружку, да, то есть ты потерлась об него, он потерся об тебя, что-то друг об дружку узнали, получили, вышли на какой-то новый уровень, и потом кто-то готов уходить, готов двигаться дальше, а ты еще пока здесь еще не дотерся. Ты как бы оставляешься, остаешься еще на этом уровне, а человек уже готов идти и двигаться. И ему уже тесно в отношениях. Тогда появляются что? Любовники, любовницы, поиск себя, хобби, какие-то дополнительные задействия. То есть реализовывать вот этот дополнительный огонь трения не всегда можно через брак, можно через друзей, через хобби, походы на рыбалку, появление каких-то новых интересов или знакомств. Но вторая половинка, которая остается, которая, подожди, вернись, я такая, я тебе лучшие годы жизни отдала, или куда ты пошел, они препятствуют вот этим каким-то дальнейшим развитием, извинениям, и сами не меняются чаще всего. Поэтому, когда отношения удерживаются социумом, страхом, что ты разведёшься, что тебе нужно быть вместе, ты выплачиваешь эти кредиты, что скажут про детей в школе, если дети разойдутся, что как учителя будут смотреть, или друзья будут смотреть. То есть таким образом искусственно сдерживаемые отношения, но всё равно внутри этих браков, ну вы все знаете, как происходят вот эти параллельные семьи, или человек уходит через какие-то интересы. То есть человек всегда находит для себя способ дополнительного вот этого огня трения, для того, чтобы дальше продолжать развиваться. И вот такие отношения, которые такие семьи с уже вышедшим, грубо говоря, одним членом семьи, их очень много на самом деле сейчас. И если вы относитесь к категории тех семей, когда вы вроде жили вместе, у вас было какое-то время определённая общая цель, вы были как бы на одном уровне, вы тёрлись друг от друга, вы что-то друг другу давали, а потом как бы перестало вот это что-то, вы уже не можете ничего друг другу давать. То есть вы достигли фиксации вашей реализованности совместной. Всё, то есть вы уже друг другу что-то передали. То есть это уже пик. А ты знаешь, по законам Вселенной, то, что достигло пика своей реализации, оно подлежит распаду. То есть то, что не растёт, то умирает. Это получается такая семейная система, она уже должна умирать, а ты ещё, например, как женщина, её удерживаешь. Ну потому что что люди скажут? Детей ещё не вырастили, ты денег не зарабатываешь. Ну мало ли способов, да? Можно пойти, обратиться к чёрной магии, можно приворожить, удержать насильно вот эту вот уходящую часть. Удержать через сколько? Максимум через 4 года этот человек от тебя уйдёт с криками, визгами, с полной ненавистью и тапочки пополам. Потому что максимум на 4 года можно удержать человека, если ты вот такая уже распадающаяся система. А какой есть способ решения? То есть если ты находишься сейчас в отношениях, вы вместе трётесь, и у вас ещё есть куда дальше вместе, грубо говоря, тереться, как это понять? Есть ли у вас совместные цели? Если у вас совместные какие-то... Ну, например, вы ходите в кино каждые выходные, или раз в месяц выходите в поход в горы, или каждый год вы ездите вместе на какие-то ретриты, или у вас есть какие-то совместные интересы. То есть у вас должна быть какая-то общая волна, общая цель. Опять же, общая цель может быть, вы выращиваете вместе детей до определённого какого-то промежутка времени, например, до 16 лет. Но даже вот цель детей без совместного какого-то общего интереса, где ваша душа, сердце и тело как-то соприкасаются, то вы, скорее всего, превратитесь в такую распадающуюся структуру, которая удерживается вместе, пока ваши дети не выросли. Понимаешь, о чём я говорю? Да, я понимаю. И вот сейчас, на самом деле, вокруг меня очень много пар. Как мне казалось, такие столпы просто, они всегда вместе, у них и цели есть и так далее. Я вижу, как пары расходятся. И также я наблюдаю картину, как многие пары просто сходятся молниеносно, очень быстро и удивительными образами. И вот мне интересна именно пара нового времени. Вот, допустим, люди сошлись. Вообще, вот можем начать с самого начала. Когда люди без партнёра, с чего им начать? Как встретить там свою сию? Давай начнём с развода. Никто не умеет нормально разводиться. То есть прежде, чем пойти в новые отношения, ты должен закончить старые. Вот это, кстати, важно. Потому что не будет никаких нормальных новых отношений, пока ты нормально не закончишь свои старые отношения. Потому что ты будешь в новых отношениях бодаться со своими старыми проблемами и доказывать ему, что ты не верблюд, или реализовывать, вынимать из него то, что ты недополучила, или недотёрлась, или ты из неё что-то недополучила. Свои обиды реализовывать. Значит, ты говоришь, сейчас очень быстро люди разводятся, те, которые были, как вам казалось, как казалось в идеальных отношениях и вместе. Всё очень просто. Если сейчас у нас идёт этап такой быстрой энергетической трансформации, люди встретились для того, чтобы друг об друга обтереть нижние материи. То есть мы сейчас преодолеваем. Посмотрите предыдущее интервью, и вам всё станет понятно. То есть нижняя материя, физическая центрированность, агрессия, неуверенность в себе, какого-то вот этого понимания я есть, я существую, я живой. И вот эти материи, когда закрыты потребности уже, то есть ты смотришь на утро, просыпаешься с человеком, ну, а что здесь делаю? Я же могу гораздо больше. И вопрос не в том, что тебе человек стал неприятен, или он сделал тебе что-то плохое. Просто ты перерос, перешёл на следующий уровень, тебе уже интересно другое, ты уже решаешь свои другие проблемы. Реализация себя, решение вопросов, насколько ты устойчивый, усидчивый, настойчивый, целеустремлённый, будет ли тебя человек поддерживать уже по пути в движении вперёд, понимаешь? То есть для статичности, может быть, человек подходил, а для движения вперёд он может не подходить. Может быть, ты сама должна будешь его тянуть, а тебе хочется, чтобы тебя тянули. И поэтому как раз, когда человек сталкивается с какой-то следующим внутренним эволюционным вызовом, то есть человек говорит, что всё, теперь я должен двигаться сюда. Прежние отношения, да, сейчас действительно очень быстро могут разрушаться по обоюдному согласию, потому что, если бы, опять же, огонь трения закончился в паре, то есть они уже все перетёрлись, у них уже есть какие-то мысли, типа они подумают ли мне ещё о чём-то, уже что-то другое, всё, и тогда окей, всё, давай, встретились и разошлись. А если один человек в паре согласен с тем, что они разводятся, а второй, например, не согласен? Типа у одного закончился огонь, а второго нет? Чаще всего у второго огонь тоже закончился, но есть ещё страх, да, от того, что я теперь делать буду, ведь всё привычно, всё понятно, да, и у нас же дети, и у нас же есть друзья, и есть социум, который уже во всё это верит, то есть сложившаяся внешняя какие-то структуры, условия, и человек, на самом деле, не отпускает банальные из-за лени и трусости, то есть лень начинать новую жизнь, лень брать ответственность на себя, лень начинать что-то шевелиться, искать следующего партнёра, трусость перед жизнью, а что теперь мне самому придётся что-то делать, а как я один буду, например, детей в школу возить, а как я один теперь должен ещё что-то работать и зарабатывать, то есть вопрос в разводе, да, таком внезапном, это чаще всего оба готовы, потому что, смотри, вот внутри вот этот огонь трения, он же разрушается обоими, то есть оба уже выпускали недовольство, оба уже были недовольны, оба уже проклинали друг друга на второй чакре во время секса «не хочу голова болеть», да, и обиды были, то есть всё равно же эта энергетика передаётся, то есть есть какой-то состав уже накопившейся вот этой негативной энергии внутри пары, который потом обретает какую-то критическую массу, и он вызывает вот этот распад. Поэтому так, что сказать, ой, я такая себя прекрасная, я его любила, замечательно всё было, и потом он пришёл, сказал мне, я от тебя ухожу, да я тебя умоляю, я тебе не поверю, так не бывает. Слушай, значит, это обязательно, что ты что-то думала, и думала долго, ты была им недовольна, ты хотела, чтобы он изменился к лучшему, в итоге что, были вот эти накопленные негативы. А сейчас ты просто боишься обратно себя ответственность, боишься опять начинать жить заново, боишься опять выходить на рынок невест, попа не качанная, внешность не ухоженная и так далее. И опять же, у тебя чувство боли и обиды, он же тебе должен. Ведь ты же ему отдала время, время это ценное, то есть он должен оставаться. То есть на самом деле, эволюционно мы с вами проходим несколько этапов в течение жизни. Если раньше наши бабушки проходили один этап 20 лет в течение жизни, мы с вами идём пятилетками, семилетками. А что это за этап? Это означает, что ты каждые 5-7 лет меняешь этап, уровень своего энергетического, психологического, эмоционального, ментального, социального и даже профессионального развития. Понимаешь? То есть если ты 20 лет раньше мог себе позволить жить на одном месте, грубо говоря, в одной обстановке и так тихонечко тереться, и весь мир вокруг тебя тоже как-то тихонечко терся и 20-40 лет, и всё было нормально, и соседи у тебя не менялись, и даже премьер-министры, или секретари ЦК, они тоже не особо менялись, то сейчас мы живём во времена быстрой интенсификации внутреннего развития. И человек иногда за один год может пройти период, который раньше он проходил за 20 лет. Но в среднем сейчас уровень эволюционного развития 5-7 лет. И поэтому каждые 5-7 лет тебе будет реально хотеться поменять того человека, который рядом с тобой. Да подождите, ещё до 5 лет хотя бы просто понять, что делать. Вот на самом деле интересно, хорошо, вот развелись, вот экологично, например, завершили, да? Нет, экологично не бывает. Не бывает, так, хорошо. Давайте честно, да? Экологично. Разошёлся, тебе нужно завершить всё, что ты не доделал с этим человеком. А что значит завершить? Вот, например, злость есть какая-то, да, обида. Выкинуть злость на него, на бумагу, на психиатра, я не знаю, пойти в спортзал, побить грушу, но обязательно закончить, выкинуть, если есть накопившийся негатив. Я вообще не советую входить из одних отношений в другие отношения, да? То есть как минимум нужно выиграть, вот грамотно, да, нашей энергетике надо дать год после любого развода, не влюбляться, не сразу живому с головой, значит, это будет компенсация, да? То есть год у тебя, а энергетика сама по себе, астрал, ментал, то есть твой бессознательный, твой ментальный план, они переваривают весь этот опыт, который ты пробыл в отношениях, они делают выводы, устраиваются на новый какой-то уровень и уже готовы двигаться дальше. Если ты, вот это ещё как бы, у тебя посттравматическое расстройство, блин, и ты вот в этом посттравматическом расстройстве встречаешь кого-нибудь, ты что будешь делать об этого нового кого-нибудь? Ты об него будешь лечиться, ты будешь им залатывать свои раны или ему мстить сволочи, что вот он тебя, вот тот не додал, а этот, значит, во всём виноват. То есть будет перенос банально, потому что ты ещё своим бессознательным астральным планом, бессознательный это астральный план, перевожу на русский, термин психологии, значит, ты своим бессознательным, астрал у тебя болит, ты ещё не осознала, что происходит, у тебя ещё накопившиеся вот эти все опыты, они будут создавать вот этот фон, потому что ты будешь продолжать заниматься этим самотерапевтизированием. Поэтому все отношения, которые заводятся в год после развода, они краткосрочны. Это заплаты, пластыри, лечение, мази прикладывающиеся, чтобы снять вот эту боль или скомпенсировать, или что-то понять. Это и у мужчин, и у женщин. Да, и у мужчин, и у женщин одинаково. Поэтому если ты уходишь из отношений, тебе надо прежде всего понять, давайте частями. Первое, твоё достоинство. Твоё достоинство, любишь ты себя или не любишь, а если ты себя любила через него, что вот он есть рядом или она есть рядом и поэтому ты ценил, решай вопрос прежде всего с этим. Понимаешь, да? То есть вот эти, первый пункт надо закрыть. Ты живёшь, если его нет рядом или её нет рядом? Или ты не живёшь, что её нет рядом? Вот это первый вопрос, который вы должны для себя закрыть. Если да, окей, я живу у него, слава богу, как хорошо он ушёл, фух, всё, вот тогда ты свободен. Его или её, сейчас я просто рассказываю, как вы понимаете, да, тут нет понятия разницы для мужчины или для женщины. Второй вопрос. Ты без него или без неё вышел в социум, да, пришёл к друзьям, или выпил в бар, попить кофейку и думаешь, что тебе без него хорошо, и тебе нормально, ты один сам по себе, что-то из себя представляешь. Тебе самому в социуме можно, понимаешь? Тогда ты закрыл. Если ты чувствуешь, что я вышел, ой, как я живу, вот это я теперь без Машеньки или я без своего Васечки, и вот я теперь какой-то вот сижу, а у других всё есть, а у меня нет, я такой есть несчастный, значит, вот что. Сначала разберись с этим, закрой это, что ты тоже есть без этого, да, всё, ты закончил с этим человеком, ты об него погрелся, он об тебя погрелся, вы друг в дружке, много чего дали, реведерча рома, всё, пора заканчивать. Дальше, третий пункт. А любишь ли ты себя? Вот ты есть целиком, такой какой ты есть, и ты себя любишь, без вот этого человека, да, принимаешь ли ты от других людей любовь к себе, когда рядом с тобой нет этого человека? А ещё вот этот вот уровень как раз, да, вот этот уровень ты и открытость миру. Способен ли ты сейчас уже начинать что-то новое, привлекать в свою жизнь новые отношения, новые связи? Тут, допустим, предложили какую-то работу, а ты, ой, нет, ничего, это как-то тяжело, я не хочу, я ещё как будто... Нет, я упускаю сделку, или мне позвонили там какая-то новая встреча, или ещё... Да я не хочу, или сидишь на этой встрече, и у тебя ещё внутри... А я вот такой... Я ещё не заслуживаю того, чтобы ко мне люди привлекались, понимаешь? То есть это вот непривлекание к себе людей, избегание возможностей есть, когда человек не ощущает себя полноценным, как бы вот, участником этого мира. Мы обычно себя таким чувствуем, когда у нас есть сзади кто-то. Понимаешь? И вот это тяжёлая штука, которую очень плохо люди избавляются после развода. И не надо назвать это созависимостью. Да. Получается, что из-за этого, если у тебя сзади нет никого, то ты ничего не можешь делать. То есть ты как... Прилагательная дверь, это прилагательная. Почему? Потому что она косяку прилагается. Знаешь, как Казима Прюков говорил. Вот такое дверь, существительная нет, прилагательная, она прилагается косяку. Так вот тебе косяк нужен для того, чтобы жить и действовать. И ты вот остался без этого косяка. Это третий очень важный этап, который ты себе должен внутри осознать для освобождения от этой созависимости, для того, чтобы быстро высвободиться после развода. Тебе одному классно, тебе одному интересно. У тебя, оказывается, дофига сил. Ты стоишь на своих двоих, да, и у тебя есть куча возможностей, которые ты уже обрёл в своих течении жизни. И спасибо ему или ей большое, что этот человек был в твоей жизни. Взять это как ресурс и на этом двигаться дальше. Вот вам правила разводов. Вот этих вот три пункта проработать, всё, и тогда не нужно будет год реабилитации. Чаще всего после этого года реабилитации всё равно вот эти все три пункта остаются незакрыты. Человек ищет себе кого-то, чтобы спать, да, грелкого весь рост, был бы милый рядом, одному скучно засыпать, темноты боюсь, а вот физическая созависимость, чтобы кто-то был рядом, и тогда мне не страшно, я есть, я существую, я живой. Слышишь? Слышишь ещё, какой уровень удовлетворяется? То есть ты первый уровень, первый вопрос уже себе не закрыл. Так как ты можешь свободно продолжать действовать? Это вопрос к самоцелостности. То есть сначала мы уделяем внимание своей целостности, чтобы стать каким-то полноценным человеком. нас дополняют на нескольких уровнях. То есть какие-то уровни для некоторых людей ещё более важны, а для некоторых людей уже более высокие уровни важны. Поэтому, когда мы разводимся, надо прежде всего отделиться от предыдущих отношений, как бы, знаешь, зафиксироваться, так сказать, а, всё, я теперь тут такое, тут такое, тут я молодец, тут я классный, всё, ага, тазам, свободная касса, всё, готов. И тогда к тебе придут отношения. А так получается, что ты тут, ой, меня тут недолюбили, тот я не реализовали, он должен был, я теперь такая весь несчастный, да, тот вот у меня теперь, вот и как, кто ж меня теперь полюбит, потому что у меня теперь никого нету, потому что всё мама сказала, всё, катастрофа, всё. И таким образом ты выстраиваешь вокруг себя стеночку, почему? Потому что ты другому отдана, ты будешь векам уверна. Понимаешь? То есть ты там не разорвал, или мальчики то же самое, другой я отдан, да, и буду векам ей верен, да, то есть Евгения не верен. Алгоритм, да понять, просто непонятно, как это сделать, да, то есть после каждых отношений, которые длились больше, чем один год, требуется переоценка и финализация, да, фиксирование результатов, то есть так называемый развод символический, ну кому-то помогает, например, собрать в коробку все вещи, которые принадлежали партнёру и устроить символический пожар, типа всё, я из этого избавляюсь, и тут я зажигаю, то есть хранить его старые галстуки или её старые трусы не обязательно, да, то есть вот в этом смысл, что нужно избавиться, то есть сжечь, то есть кому-то нужно вот это через недовисть, через сжигание, через вырывание, да, то есть таким образом всё равно, главная наша особенность для того, чтобы строить хорошее отношение, это научиться финалить отношения. Почему мне не нравится этот способ, как выплёскивание через агрессию, когда ты сжигаешь вещи, это типа, то есть ты сохраняешь себе злость, ты не принимаешь результаты, что класс, я благодаря этому много чего научился, я здесь усилился, тут усилился, тут я стал классной, теперь я, я теперь на другом уровне, я могу больше, да, а ты наоборот, ты как жертва, ты как обиженный, ты с агрессией идёшь, ну поэтому вот лучше всё-таки подходить интеллектуально к процессу развода, и тогда вы сразу же свободная касса, Макдональдс, всё, дальше следующая задача, думай, что хочешь, тогда мы уже можем перейти к следующему этапу, да, как встречать человека, на каком уровне это должно происходить, какие ценности должны быть заложены, вообще на каких, на какой основе сейчас встречаются пары нового времени, для чего они встречаются? Пары нового времени встречаются уже по уму, а не по гадёжке, понимаешь? То есть большинство людей предыдущих, вот этих вот подраз, встречались всё-таки по одёжке. Ну типа на нижних центрах. Да, нижние центры, мачо-пикчо, супер-самка, да, то есть удовлетворение основных физиологических потребностей, выпендриться и так далее. Сейчас, да, действительно есть такой тренд, некоторые ребята очень быстро прогрессируют в лестнице эволюции, и как раз, да, рыбак рыбака видит издалека, они встретились, и всё, и пошли. И вот у них есть что-то общее, ментальное, есть цели, есть задачи, они вместе объединяются, и всё, и вот они пошли, и дальше все предыдущие отношения, которые вот их раньше удерживали, они просто отпадают и рассыпаются, потому что начинают как раз вот это следующий уровень эволюции, это общие цели, интересы, задачи, общее развитие и так далее. То есть смотри, видишь, тут тоже свой огонь трения, тут они тоже трутся, то есть они друг дружку, а я тут вот это прочитала, я тут что-то сделала, я тут заработала, я тут, и вот они друг дружку так подталкивают, и они тоже очень быстро эволюционировали. То есть вот этот свой уровень. А почему мы на это смотрим с какой? С негативной точки зрения, да? То есть для нас что-то непонятно здесь? То есть что их притягивает между собой? А сейчас скажут, ой, вот таких людей мало там, наши читатели или слушатели, там что они скажут? Где вы вообще таких нашли? Мы тут такие, ещё такие, какие есть. Окей, это для развитых, просветлённых и отъехавших или очень умных. А для всех простых, как определить, какой твой следующий мужчина должен быть? Первое, ты должна для себя понять, какая мотивация для следующих отношений. мотив имеет значение. Мотив определяет задачу, да? Ну, например, какие бывают мотивы? Ну, самый простой мотив, это самый распространённый мотив за счёт мужчины решить все вопросы с деньгами. Так, окей. Или за счёт женщины решить вопрос бесплатной домработницы, рожательницы, правильных детей, уютного тыла и надёжной спутницы жизни, чтобы я был уверен, что она не гуляет. Для чего мужчине не нужна верная жена или женщина, которая любит, которая будет сидеть дома и его ждать? Это базовая потребность мужчины. У всех? У всех. Чтобы она прямо дома сидела? Желательно, да. Да? То есть, чтобы не реализовывалось? Это опасно? Это физическая необходимость мужчины, который пока не дошёл до уровня самостоятельного развития горловой чакры и собственного волеизъявления. Ух ты. То есть, когда мужчина развивает свой уровень эволюции уже настолько, что он может независимо от поддержки женской энергии себя волей изъявлять, то тогда у него уже нет необходимости, чтобы его жена любила, поддерживала и давала ему энергию. Или жена, или мать, или бабушка, или подруга, или любовница, или любовницы. Неважно, ему нужна обязательно вот эта поддержка. И мужчина выходит на уровень эволюции, когда он уже может сам более изъявляясь, он независим от этих, то тогда нужна ему что, подруга дней моих суровых. То есть уже партнёр по достижениям, по целям, по интеллектуальным задачам, поддержкам. А пока он не дошёл до этого уровня эволюции, ему нужна надёжная, верная, преданная, любящая его любовь. То есть реально нужна преданность. Чтобы долюбила, возможно, большинство же людей не донесла до уровня эволюции, долюбила до горловой чакры, чтобы он понял, что он может. У него нужно верить, ему нужно любить. У нас большинство женщин любить не умеют. Да, и как бы мужчин, наверное, тоже большинство не умеет, потому что все мы воспитывались, в то время, когда не было понятия любви. Да и сейчас-то не знаем, что такое любовь. Что такое любовь? Это как? Хорошо. Мы поговорим, что такое любовь. Поговорим. Да. Теперь давайте дальше. Если женщина не умеет любить, у неё есть основная энергия, которая сам факт того, что она предана, женщина, как правило, предана своим мужчинам, несмотря на своё какое-то большое историческое будущее. Может быть, она там имела бурную молодость, неважно. Но когда женщина выбирает себе мужчину, она автоматически начинает ему отдавать свою энергию. Самная проблема – это только не быть недовольной. То есть не проклинать, грубо говоря, не плевать в колобец, из которого ты пьёшь. Тот нужна прям женская мудрость, которую просто наши мамы нам не говорят и на тренингах нам не говорят. Надо просто любить. Любить, кормить, никогда не бросать. Всё. То есть ты мой самый золотой, самый любимый, самый замечательный, самый классный. И тогда любой мужчина начинает расти. Почему мужчина иногда не любит свою жену, а главной женщиной у него остаётся мать? Потому что мать любит, безусловно. Мать продолжает любить. Ты мой самый золотой, самый замечательный, самый лучший, самый любимый. Тогда у вас в браке трое. Это означает, что ты мужика на себя не переключила. То есть он ещё по-прежнему как бы маменькин сынок. Так слава богу, может, благодаря этому он тебе зарплату приносит. Потому что ты не любишь, его хотя бы мама любит. То есть вот за счёт этой энергии, женской энергии, то есть тут надо понять, какая твоя на самом деле роль. Ты кто? Женщин, как правило, у нас и у мужчин, когда мы выбираем себе партнёров, мы действуем как абсолютно нормально. Эгоисты. Мне, мне и побольше. Любите меня, дайте денег мне, сделайте мне комфортные условия, я буду сидеть, ничего не делать. Неправда. Отношения – это огромная работа. А в чём она заключается? Вот, например, работа с женской стороны, что женщина должна привнести в отношения, и работа с мужской стороны, что ему нужно привнести в отношения. Давайте так. Первое. Если вы хотите отношения, то это работа, это не расслабление. Мы хотим, как попадаем в отношения, и мы хотим от них что? Кайфов, удовольствий, ничего не делания, поглаживаний, поцелуйчиков, подарков, да, то есть конфетно-букетный период. А дальше… Нон-стоп просто на всю жизнь. Да, да. О реальной жизни с тем, что там надо ходить на работу, рожать детей, преодолевать совместно какие-то препятствия, мы на это не готовы. Так вот, этот вопрос, да, сколько, как правило, 40 дней длится конфетно-букетный период, главное, в эти 40 дней не влюбляйся. То есть, вот когда вот они 40 дней пройдут, первые, когда там гормоны, когда влюблённость, всё, а потом, когда вот первых 40 дней заканчивается, то есть, в принципе, ты в это время уже должна забеременеть, и тебе уже будет всё равно, да, то есть, ну, как правило… Природа так хорошо устроена. Да, природа так специально устроена. А потом начинается вот эта вот уже притирка, когда вы в течение года друг друга кидаетесь тапочками, вы предъявляете претензии, что ты не такой, не так тюбик пасты положил, ты не так постель застилаешь, ты не такой и так далее. То есть, прекрасно, что вот как раз на протяжении вот этого года, после конфетно-букетного периода, идёт год притирки, когда вы всеми своими несоответствиями в астрале, как раз вы начинаете тереться. Вот ради этого вы встретились, миленький мой. Ради этого вы должны быть благодарны к армии, что вот вы именно в этом моменте, вы видите, что ага, здесь у меня есть неуверенность в себе, здесь у меня есть зависть, здесь есть гордыня, здесь вот у меня есть слабость. Этот человек мне её не хочет компенсировать или наоборот хочет мне её компенсировать, и поэтому я его люблю. То есть тут нужно уже делать выбор, что вот об это трение, что ты видишь свои слабости и насколько этот человек способен себе компенсировать твои слабости своими какими-то силами. Ну ещё раз, влюбляемся только спустя 40 дней, когда конфетно-букетная драга. Это уже как получится. Ну это как получится. А ещё лучше влюбляться, когда вас объявляют мужем и женой. Ну это высший уровень вообще. Идеально было бы. Это высший уровень. Смотрите, мне кажется, что когда есть цель, вот допустим, два человека встретились, они понимают, у них есть какая-то цель для эволюции, там эволюции себя, души, там мира, да, они что-то придумали, какой-то проект, они понимают, что они делают что-то совместное, и они уже не могут как будто бы расстаться, и тогда все эти проблемы рассматривают с точки зрения того, что мы вместе, вот например, я недавно общалась с парой, я говорю, они живут там 12 лет вместе, достаточно молодые ребята, там 32 что ли им года, то есть они долго вместе. Я говорю, а в чем секрет? Они говорят, ну мы просто решили, что мы навсегда вместе, и мы тогда рассматриваем все наши проблемы с точки зрения того, что мы вообще никогда не расстанемся, и они все как бы начинают рассасываться. Вот, вот как вы относитесь к этой позиции? Это хорошо, если люди сразу же нашли какую-то общую цель, то есть это уже брак на очень высоком ментальном уровне. Обычно люди к этой стадии браков приходят после 40 лет. То есть браки ранние делаются, как правило, на физике. Потом браки с 20 до 35, даже до 40, это еще астрал чувства, это еще вот эти привязанности, созависимости. А уже вот после 40 люди уже делают самые настоящие браки. То есть получается, вот эта семья, про которую ты говоришь, у них уже цель, да, построена, у них уже, у них есть просто план. Мы вместе растем, развиваемся, мы вместе будем жить, дальше строить, и уже как бы вот, ну они же все-таки под цель какую-то. Да, вот у них есть общая цель, такая мировая, большая, они себе ее придумали там, да, и плюс они решили, что они будут вместе вот прямо на всю жизнь. Вот еще вариант, тогда взрослые браки, почему они строятся уже на, с головы, да, а не из физических привязанностей. Они, как правило, да, они имеют какую-то цель. То есть вместе что-то делать, вместе развиваться или создавать, или каждый создает свое, и они просто встречаются, обмениваются опытом, поддерживают друг друга. То есть вот такого рода это уже самые надежные браки. Теперь скажи, а когда ты встретил человека, в чем наша основная проблема в отношениях? Мы встречаем, кого встречаем. Мы не ставим цели, кого я хочу встретить. Объясню, как работает закон Вселенной. Почему мы встречаем, потому что он знает, что все, что приплывает мимо. Мы по закону эволюции, мы как вот такие, третий, как клетки материи, да, у нас клетка что материя, надо жжать, да, то есть все проплывает мимо, иди сюда, и это, и мне, мне, и это мне, да, все побольше. То есть мы устроены, как вот такие клетки. Поэтому, когда мимо нас проплывает какой-то мужик или девушка, парень или девушка, нас сразу же, о, я сейчас из этого сделаю, это, 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 ага, тут вот, тут вот, ну, нормально, здесь подделаем, здесь оденем, здесь вот характер, фигня, все, отлично, иди сюда. То есть мы берем все в подряд, да, ну не все подряд, ну не правда, послушай дальше. Чаще всего мы берем все в подряд, мы берем то, что на нас обратило внимание, знаешь, мы берем то, что не хотим, не заказали заранее, у нас нету образа, у нас нет задачи. То есть мы уже поверх человека одеваем такой шаблон, и как будто бы он вписывается. Потом, когда мы начинаем с ним более близко общаться, оказывается, тут не вписывается, тут рога не вписываются, тут копыта торчит, тут хвост торчит, и мы такие, ну ладно, типа вот, ну и все. То есть мы на самом деле, мы являемся не в настоящего человека, а в какой-то образ. Который мы себе придумали. Который сами себе придумали, потому что мы не завершили прошлые отношения. Понимаешь? То есть у тебя остались там какие-то недоделанные отношения, и у нас вообще нет ни у кого прошлых доделанных отношений. То есть прежде всего, что я начала, наверное, как вот тот тренинг, Александр, даже если ты сейчас находишься в отношениях, ты сначала закончил со всеми прошлыми. А как это, ну как это вот сделаться, выписать, вот как вы сказали, что прописать им благодарности, я в целом, как бы вроде бы нормально благодарна. Завершить. Ну что значит завершить? Ну вот, позвонить им, сказать, знаешь, классно всё было, спасибо. Да, так тоже можно. Написать ему прощальное письмо. Всем? Всем, да. Можно не отправлять. Но реально завершить. Вот что для тебя завершение? Всё, ты больше не встретишь этого человека, ты от него больше ничего не получишь. Ты принимаешь весь опыт, который ты получила благодаря этим отношениям. Дальше ты совершенно свободна, и ты дальше готова идти дальше. Всё. И уже больше никогда. Да, посмотри. Видишь, вот я когда говорю, тебе уже больно, потому что вдруг кто-нибудь бы хотелось бы, чтобы ещё вернулся. Нет, у меня скорее мысль возникает того, что я могу легко отпустить всех, кто там были, вообще я суперблагодарна, им классно, ребят, спасибо. Единственное, вот папа-ребёнка у меня, да, это завязка на всю жизнь. Ну, типа у нас ребёнок, но для меня это такая какая-то тема. Мне кажется, я вроде отпустила, я благодаря ему там, он денег особо не давал, я смогла вырасти там, да, вообще там куча всего произошло благодаря тому, что... И его тоже пошли. Что? Его тоже пошли. Послать. Абсолютно. Я вроде бы послала, то есть я как бы не дай бог вообще там вернулся. Это будет его собственное желание, его карма или карма ребёнка, если он вернётся. Так я не хочу, чтобы он возвращался, да ни в коем случае, просто у меня есть какая-то обида на отношение его к собственному ребёнку, и вот это вот меня прям очень триггерит. Я прям злюсь, вот когда я про него думаю, хочется отпустить эту злость, не думать, что всё там, всё вот как нужно происходит, да, но я когда про него вспоминаю, у меня аж это передёргивается внутри. Вот прям с ним точно надо заканчивать, и тогда следующее будет то, что нужно. Абсолютно. Потому что все сейчас последующие это проработка и заканчивание отношений с ним. Тут очень хороший, может быть, метод работать. Представь себе, ну, да, абсолютно, я как клинический психолог имею право давать психотерапевтические техники. Представь себе, что он умер. Могу. Ну, то он умер. Так. Но он больше ничего тебе не может дать. Да, да, ну, не так ничего. Нет, вот давай так, вот не то, что он тебе не давал, то есть ты ещё ждала, что он может дать. Он больше ничего. А то, что это, ну да, хорошо, всё. Он ничего тебе не может дать. Всё. Он никогда не позвонит, никогда не приедет, ничего не сделает. Всё, его нет. Всё. Да, как бы, к ребёнку тоже он никогда не приедет, ничего не позвонит и ничего для него не сделает. Ага. Хорошо. Как ты себя сейчас ощущаешь, что у тебя изменилось в отношении к нему? Ну, это, честно, мне полегчало, ужас какой. Не записывайте это. Мне его прям легко стало, потому что у меня есть подсознательно, что я его побаиваюсь. Я не знаю, что он какой-то... Мне всегда казалось, что он такой немножко неадекватный, и я какой-то частью себя его боюсь. Это самая лучшая часть интервью. Огромное количество женщин находится в такой же ситуации. Правда? Да. Когда я там уходила из дома, и там последние дни, когда я там жила в этом доме, мне нужно было ждать, короче, чтобы уехать, я спряла комнату на ключ, потому что я не знала, как бы, что в голове у человека, и я боялась за себя, боялась за жизнь своего ребёнка. Когда я про него вспоминаю, я думаю, что вдруг он сейчас там приедет, что-нибудь сделает, там, отнимет у меня ребёнка. Ну, короче, какие-то у меня супер неадекватные мысли в голове, а потом я такая думаю, так, 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 всё-всё-всё-всё, что это, что это? Ну, вот какая-то такая история. А если он умер? Нет. Он растворился, его больше нет. Ну, как бы, да. А что ты сейчас к нему чувствуешь? Ну, вот чувствую, что я, как бы, такую нотку обида чувствую. Угу. Да, что, как бы, нужна была помощь, у меня был очень сложный период в жизни, мне нужна была поддержка финансовая и энергетическая, так, ну, её не было. Хорошо, что ты теперь делаешь, будешь с этой обидой? Человека нет, и, значит, эта обида осталась, как часть его. Ты можешь свою обиду отдать ему? Да. Это он же виноват? Это его обида? Да. Ну, мы дай ему отдаём. И он вместе со всей этой обидой исчезает, растворяется, уходит, распадается на маленькие молекулы. Он ничего тебе не должен. Он никогда тебе не был ничего должен. Понимаешь, что самое страшное? Вот это, кстати, очень классный момент, про то, что мы всегда чего-то ждём от человека, и мне кажется, что он всё-таки должен. когда ты ему отдала, он тебе ничего не должен. Ничего. Я никогда ничего не был должен. Нет. Всё. Понимаешь? Вот это и есть, как мы говорим с тобой, освобождение, завершение отношений. Добиться в состоянии, что никто никому ничего не должен. Всё, что ты получила, это ты получила, то, что ты от него не получила, это его проблемы, а не твои проблемы. То есть это ты от него что-то недополучила, но за то, что ты получила, ты получила самое главное. Ты получила ребёнка, это же целое, это же многомиллиардное состояние живём. Я согласна. Я всегда так и думала, что мы встретились для того, чтобы появился на свет ребёнок. То есть когда я уже ушла, я поняла, что вот оно для чего. Да и это моя собственная эволюция произошла. Когда я ждала от него финансовой помощи, потом у меня переформатировался мозг о том, что я сама могу что-то сделать в этом мире, чтобы себя обеспечивать. И ребёнка своего обеспечивать. Там полностью вообще сознание изменилось. И всё это благодаря ему получается. Да, знаешь, вообще прекрасный жизненный опыт. Отношения завершены, никто никому ничего не должен. Да, и получается, в новые отношения нужно вступать с этой же позиции, что никто никому ничего не должен. Да. Но всё равно есть какие-то базовые конструкции. Так вот, смотри, если ты сейчас, ты с ним разобралась. Так. Я говорю, это сейчас будет не лекция, это учебник будет для миллионов женщин. Так. Так, если ты сейчас с ним разобралась, ты закончила, то каких ты сейчас отношений в каком месте хочешь? Я хочу на уровне создателя. Я хочу... Для меня проявление любви – это когда я могу с партнёром что-то делать. Ну, не только детей. Это классно, делать детей. Два уровня творчества. Всё правильно. Ты уже с одним уровнем разобралась. Первый уровень творчества – это на второй чакре мы делаем детей. Второй уровень творчества – это уже мы на горловой чакре. А вот на сердечном? А на сердечном мы только притягиваем, но не факт, что делаем. Да. А вот как раз второй уровень творчества – это творчество. Как раз на горловой чакре. То есть если ты сейчас с этим товарищем, с кем ты делала детей, заканчиваешь, отпускаешь. Не отпускаешь, а в смысле принимаешь всё, что ты взяла. никаких больше претензий то что он не сделал ты к нему не имеешь то есть он тебе больше ничего не должен он растворяется и тогда у тебя появляется какая потребность каком человеке ну-ка давай глубокий вдох какой должен быть этот следующий человек что вы вместе с ним должны делать какой он должен быть какие в нем должны быть качества ну мудрость осознанность работоспособность креативность творчества умение договариваться умение ставить цели идти к этим целям радоваться вместе как ты будешь любить за что за достижение цели за креативное за творчество то что он может двигаться то есть я люблю движущийся быстро паровоз но это почему нет ты любишь быстро движущийся паровоз это прекрасно нет это как одна из частей данных любовь она на других уровнях возникает то есть любовь это а если паровоз стоит на месте нет а я не просто я это время не интересует будет интересно и так и я паровоз взорвется просто от моей ты его будешь давай двигайся я хочу побыть я хочу отдохнуть такое невозможно я не все отлично значит нам нужен быстро движущийся нужен быстро движущийся паровоз но при этом чтобы было соединение там да на трех уровнях и вот на сексуальном уровне на сервисе физически был нравился да так эмоционально да и плюс понимание что у нас есть цели мы движемся то есть ты с ним паровоз который едет по соседним путям или ты стоишь ждешь пока он едет нет это очень важно я думаю что мы вообще корабль которая плывет и нет вы разные корабли вы отдельной индивидуальности в чем ошибка ребят у вас реально надо учить выходить замуж так понимаешь короче в чем ошибка мы хотим быть одним кораблем ну ты отдельная индивидуальность всегда сохраняешься даже если ты в браке понимаешь и тогда ты счастлив ты отдельный корабль или паровоз и он отдельный корабль или паровоз мы вы можете двигать вместе или он слетал обратно принес те мамонта вернулся и сказал миленький мой я тебя люблю да то есть вы ему или мы можете двигаться вместе да или вы можете кругать друг другу по кругу или кусать друг друга как два таракана в закрытой банке есть разные способы движения но нет такого что вы вдвоем вы вместе один корабль потому что душа каждая по вашу развивается индивидуально так получается ты будешь двигаться вместе с ним по какой траектории но по 1 у нас есть общее видение то есть отдельные отдельные рельсы паровоз да он отдельный паровоз так но мы едем в одном направлении так то есть вы в одной профессии работают не обязательно или у вас общая цель и по количеству заработанных денег в год нет вместе ездить на каникулы на мальдивы все остальное где он живет работает это не важно нет это созваниваться каждый день по инстаграму как по телеграмму или по видеосвязи окей привет как дела что ты сделал молодец нет не так а как он должен сидеть рядом физически физически наличие человека рядом грелка во весь рост смотреть телевизор по вечерам не всегда на самом деле то есть важно чтобы я понимала да он есть он физически рядом но не нужно мне но ну всегда то есть типа каждый день мне не обязательно чтобы ура слава богу отлично ты уже просто на вершине эволюции да потому что большинству женщин нужно был бы милый рядом не на самом деле рядом пусть не люблю пусть задушить готова ну вот тут тут вот сидеть так как был опыт когда были слишком рядом и я понимала что я как птица в клетке мне это не подошло я понимаю что мне нужно моё пространство да иногда мне нужны самой побыть и одной побыть и ты паровоз который хочет иногда свернуть и сказать что типа ну я у меня свободный режим на часик на другой на несколько дней до такой паровоз свободный паровоз паровоз которым он дает свою вот да то есть и получается что он тоже должен быть такой же паровоз который ты представляешь сколько ты новая про себя сегодня узнала. Тебе, оказывается, нужны свободные отношения. Нет. Мне не нужны свободные отношения. Свободные отношения это про то, что мы гуляем. Твой оператор такой, нет. Он знает тебя лучше. У нас тут психотерапия энергетическая. Мы разбираемся. Свободные отношения это не прогулять. То есть, если ему захочется куда-то пойти с кем-то другим встретиться, я против. Так ты тоже не собираешься с кем-то ходить встречаться. Нет, ребята, свободные отношения это не про блядство. Свободные отношения это про то, что у тебя есть свобода заниматься своими делами без 100% контроля со стороны. Я же не маленький ребенок, что меня контролировать. Все прекрасно. Это называется свободные отношения. Да, но не без блядства. Вот это важный моментик. Потому что в общепринятом понимании свободные отношения это когда у меня может быть партнер, и я могу встречаться с кем-то. Но это тогда не отношения. И у него тоже такой же выбор. Это тогда не отношения. Это называется просто вретесь себе. Это точно не отношения. Тогда хорошо. Это просто какая-то узаконенная. Да, но это не отношения. Тогда мне близко, да. Где у нас у каждого есть свое пространство. Хорошо. Что вас вместе движет? Какая у вас общая цель? Должна быть тогда. Цель какая? То, что вы что-то сделали, сотворили, обменялись друг другом своими достижениями. Нет, это должно быть полезно для мира. То есть в какой-то степени это должно служить людям почему-то. Им это должно как-то что-то помогать людям. Наше взаимодействие вдвоем, да, оно должно приносить пользу людям. Отлично. Это как раз уровень высоких ментальных отношений. Я бы готовилась. Так, хорошо. А наше тогда, что делать, если вдруг тебе нужна поддержка с его стороны, мяу, ласковое слово, а он где-то далеко, и все, что есть, это зум или видеозвонок. Тогда у него должна быть возможность пролететь. Ладно, я должна сама себе давать, да, к этому вы и клоните, что я сама должна себе дать заботу и поддержку. Но иногда просто действительно нужно, конечно, крепкое плечо рядом, это важный момент. А зачем физическое наличие рядом человека? Мы же в человеческих телах, мы же люди... Эмоция не имеет границ. Конечно, но вот эта вот тактильность, да, это вот как в фильме есть, что-то первый вызов принят, когда там тактильные костюмы, люди там в VR-очках живут, и у них тактильные костюмы, чтобы можно было потрогать друг друга, находясь там за тысячи километров. Важная тактильность, это важный элемент отношений. Поддержка, эмоциональная поддержка. А если тебе каждый день будет нужна поддержка? Ну что, я совсем разваливаться, что ли, буду? Ну не знаю. Почему клоните? Я клоню просто к уровню независимости от физического присутствия рядом человека. Базовая проблема созависимости, неотпусканий и ограничений себя в своей реализации, это как раз-таки вот этот физический уровень. Был бы мил и рядом. Так. Понимаешь? То есть если ты даёшь вас свободу себе в реализации, свободу ему в реализации, вы выстраиваетесь уже действительно как такие ментальные, центрированные, успешные люди, которые действительно смогут зарабатывать большие деньги, вам нужно обоим избавляться от физической созависимости. То есть тут да, то есть разговор по телефону или разговор по видеосвязи, а ты меня любишь, ага, передача эмоций друг к другу на расстоянии и абсолютная свобода от физического контакта, от контроля и созависимости. Но при этом это не мешает нам быть и вместе, и верными не мешает быть. Да, всё. То есть это чаще всего изменяют люди. Почему? Почему? Потому что не хватает тактильности. Нет. Почему? Не хватает любви. Именно любовь нужна, понимаешь? То есть не физический секс. Чаще всего физическим сексом люди занимаются для того, чтобы получить эту любовь. Как бы доказать себе, что да, меня любят, меня признают, меня принимают. Спасибо, что живой, понимаешь? То есть секс чаще всего бывает как вынимание любви, как подтверждение любви, а не любовь. То есть на самом деле физическая, вот этот уровень, второй уровень этих браков, когда человек может быть независимым от физической близости, но знать, что его любят, жить на другом конце мира и не гулять и не изменять, потому что человек знает, что его любят. Человек на самом деле получает энергию любви от своей мамы что? Через секс? Когда мужик делает карьеру. Или от своей жены, которая уже до совсем преклонного возраста, а он за ним начинает занимать посты министров и президентов. Через секс? Нет. Через энергию. Энергию любви. А для этого секс не нужен, для этого не нужна физическая близость, для этого нужна эмоция. Понимаешь? Вот что фишка. Поэтому самые большие деньги и карьеры делаются как раз-таки на энергию любви. Шершеляфам, за любым успешным мужчиной ищите женщину. Но не факт, что это будет любовница или жена. Может быть, и мама, и даже дочка может быть. Мама, и дочка, и подруга. Просто подруга. Знаешь? Всё. То есть даже человек, который просто работает в компании, любит... У меня были прецеденты, когда человек, компания росла, выстроилась на том, что начальник финансового отдела, женщина, любила своего хозяина, начальника. Спокойно компания выросла за счёт любви. Женская энергия, короче, может масштабировать любого мужчину. Абсолютно. Когда есть любовь. Да. Для этого физическая близость не нужна. Мы, наоборот, пользуемся вот этим механизмом физической близости и секса. Это то, чтобы добиться, скажи мне, что ты меня любишь. Получить признание, что да, я есть, я существую, я живой. Понимаешь? То есть, когда у нас у самих больная вторая чакра, когда мы не признаём себя, сомневаемся в ценности своего существования, тогда мы себя проклинаем. Тогда нам нужен обязательно кто-то, кто нам даст эту ценность. И нам нужна физическая близость. Если человек с собой разобрался и вылечился, добры пожаловать в Академию онлайн в сверху чувствительных состояний. Вы станете абсолютно независимыми и свободными. И когда мы себя собираем, и мы становимся свободными, тогда ты можешь уже давать эту энергию, ты можешь выращиваться, давать, ты можешь потратить её на свою карьеру, на другого человека, не знаю, на своего ребёнка, на любого мужчину. Получается, первое... И кому-то очень крупно повезёт. Скоро Вика будет очень крутой невестой. Выстраивайтесь в очереди. Её сила любви сделает из вас миллиардера. А чё нет? Взаимный пиар. Вообще, первое, получается, с чего стоит начать, это вот как опять мы возвращаемся, всё к себе, да? Сначала ты становишься целостным. То есть, первый канон, да? Ты становишься целостная, женщина, например, или мужчина. Второй момент, это... Сначала ты должен узнать себя, честно сказать себе, кто ты, какой ты, ещё ты состоишь. Обозначить свои цели. Менять себя в соответствии уже со своими целями. Сначала свои цели, а потом уже выставить совместные цели. То есть, куда вместе вы идёте? Тебе человек придёт тот, который соответствует твоим целям. Если у тебя ещё цель скомпенсировать свои недостатки, даже если ты их не осознаёшь, у тебя будет приходить человек, который будет об тебя тереться и компенсировать, помогать тебе твои недостатки. А что ж такое, почему мне до сих пор муж не миллионер? Что же мне, одни алкоголики или наркоманы или мачу-пик попадаются? Потому что у тебя ещё эти потребности трутся, да? Ты их ещё себе не реализовал. Понимаешь? А можешь сколько угодно визуализировать себя мужем миллионера. А не вот мимо проходить. Окей. Значит, мы сначала познаём себя. Начинаем со себя. Разбираем себя по запчастям. В себе устраняем какие-то вот эти созависимости, которые делают нас слабыми. Завершаем прошлое. Смотрим то будущее, которое у нас сейчас того, какое есть, куда нас несёт. Дальше делаем сознательный выбор. Хотим мы туда идти или не хотим. Дальше мы можем выбрать себе отношения. То есть их можно реально запрограммировать. Вот если ты сейчас себе запрограммировал вот эти отношения, да, видишь? То есть это отдельно идущий паровоз, у которого есть свои цели. Ты его уважаешь. Ты тоже идёшь себя реализовываешь. Ну, у тебя, видишь, тебе нужно физическое близость, чтобы рядом с тобой было. Это вот твой пока недостаток в этой программе, да, недостаток вот этой свободы, что всё-таки ещё нужно, чтобы он был бы милый рядом. Ну, а как? Ну, я не понимаю просто, ну, то есть всё время же на расстоянии нет. То есть, окей, когда ты вместе, когда ты не вместе, но всё равно. Творчество у тебя на чём делается? На твоей горловой чакре или у тебя творчество ещё по-прежнему на второй чакре? Не знаю, вы мне скажите. Вот, больше творчества занимайся на горловой чакре. Нет, я понимаю, но так физически всё равно нужно в какой-то... Тогда не будет нужно. Да нет, в смысле? Подожди. Вообще, что у меня... Тогда у тебя пропадёт необходимость, чтобы он тебя физически успокаивал. Подождите, я, короче, мне не нравится... Тогда физическое удовольствие это просто удовольствие. Это то, что векте хорошо время провели. Я в человеческом теле пришла сюда, вот моя душа опознавать этот мир во всей красе через человеческие чувства. Я за там вкусно поесть, классный секс, поехать. Ну, то есть, конечно, потрогать чувства, вот эти почувствовать, запахи. Я же в теле человека, вот, пришла сюда. Можно не всегда быть вместе, да, как бы не нужно нон-стоп, но в целом мы как люди... Тогда мы решили самую главную проблему сегодняшней встречи. Значит, всё-таки нужен человек, который постоянно будет присутствовать рядом. Да не надо постоянно. Нет, не постоянно. Большинство времени. Большинство, ладно, да. Хотя бы 50 на 50. Интересный у нас разговор, и вот вы затронули тему про Академию, и, друзья, я хочу вас обрадовать, что 29 августа у Надежды стартует курс, поток, просто невероятнейший, крутой, где как раз-таки можно собрать свою целостность, да, и у кого там что, это не только по теме отношений, да, мы вообще из этой целостности можем идти в любую сферу и творить классные вещи. Про Академию я попозже, а давай вот всё-таки про физическую близость. Мы с тобой начали с чего? Что есть уровни творчества. Так. Уровень творчества, который наш базовый, самый основной, человеческий, да, это делать детей. Так. Уровень творчества на второй чакре. Когда мы творим через это, у нас идёт компенсация «я есть, я существую». То есть я себя люблю, когда меня другие любят. Это базовый уровень нашей самоидентичности. То есть когда мама ушла, оставила меня одного в постельке, да, я умер. Понимаешь? То есть у нас вот эта вот базовая привязанность к тому, что вот если есть рядом кто-то, кто нас признаёт, любит, знает и понимает, значит, я живой. Понимаешь? Существует время, когда у человека этот базовый уровень «я есть, я имею право жить, я этого достоин», он компенсируется или человек нарабатывает какой-то жизненный опыт, и тогда он становится свободным от того, чтобы у него рядом была вот эта вот физическая близость. Мама ушла? Ну и ладно. Хорошо, я по-прежнему живой. Понимаешь? Вот эта вот история про наполненность. Если тебе ещё нужно, чтобы рядом был человек, а в него физически наполняться, значит тебе нужно как раз-таки брать такого партнёра, который будет тебя любить. физически наполнять, сексуально удовлетворять, через которого ты будешь говорить «да, я есть, я существую, да, я есть, я классная, я есть». Потом, когда вот насытишься, тогда тебе перестанет быть зависимость от этого, тогда будешь строить свои паровозы. Да подождите. То есть паровозы параллельно тоже могут существовать, но пока не существует потребность в основном вот в этом творчестве, что есть потребность ощущения самого себя, когда есть ещё кто-то, кто тебя признаёт, принимает, и через кого я себя люблю, когда меня любят. То есть вы считаете, что нельзя совместить высокие цели, партнёрство, создание чего-то, каких-то проектов мощных, масштабных, которые могут принести пользу неё. С физической созависимостью нет. Ну почему созависимостью сразу? С физической просто присутствием. Второй уровень любви. Я себя люблю независимо от того, любят меня или нет. Вот этот сердечный центр, понимаешь? То есть для того, чтобы дойти до него, ты с миром повоюешь, с мужиками поразводишься, от созависимости будешь избавляться, возвращать любви. Когда музыка старая, тогда мне уже будет не важно. Ты можешь этого уровня независимости достигнуть за полгода или год. Почему? Почему, если это приятно? Потому что это свобода. А если это приятно? Потом занимайся этим приятно, главное, что ты от этого должна быть свободна. А, то есть это сначала надо освободиться, но вместе мы всё равно можем быть. Да. Но только вопрос созависимости. Если ты теряешь это, тебе становится больно. Да не больно. Всё, договорились. Тогда просто я обдираю созависимость, но вместе мы всё равно можем быть. Да, нужно. Но только, чтобы это было незазависимость. А, так вы тогда сразу и сказали. А то я сразу себе представила, что никогда вместе уже. Нет, тогда вместе, но без созависимости я согласна. Ой, вот это, да, интересный момент. Второй уровень любви. Я себя люблю независимо от того, любят меня или нет. Это вот здесь уже. Это да, это высший диафрагм. А потом дальше начинается творчество. Я вас люблю независимо от того, любят меня или нет. Тогда уже просто чистое творчество. Везде может быть секс. Только уровень секса на сердечном центре, это наш уровень следующей эволюции. С 30-го года начнётся. Не надо это называть никакими 10D. Это просто следующий уровень эволюции. Мы начнём жить в сердечном центре. И как оно будет выглядеть? Как это должно быть? Ум в любви, любовь в уме. Ты будешь любить человека за то, что он там есть, он счастлив, ему хорошо. Потому что ты будешь прежде всего любить себя. Сейчас в нас, в течение этих ещё 6 лет, воин, потрясений, потерь, катастроф и так далее, всяких этих уровней эволюции, нас должны воспитать любовь к себе. Я люблю себя, независимо от того, любят меня или нет. Для того, чтобы мочь уже другого человека любить, без того, что сиди рядом, если ты куда-то там пошёл, всё, я тебе бошку отгрызу. То есть вот это вот, был бы милый рядом. То есть тогда возникает как раз вот эта свобода, водолейская любовь, понимаешь? Водолейская любовь, она про свободу, когда ты и себя любишь, и другого человека любишь. Позволяешь другому человеку быть себя реализовывать, понимаешь? Потому что у водолея основная история – это свобода. А свободу другому человеку и себе можешь ждать, когда ты сам внутри свободен. Когда ты сам себя любишь. Давайте определим вообще, что такое свобода. Свобода — это когда я позволяю быть человеку таким, какой он есть, но это не про открытые отношения, тоже важно понимать, правильно? Не про открытые отношения. Это когда ты доверяешь человеку, когда ты его уважаешь, когда ты его знаешь таким, какой он есть, ты принимаешь его таким, какой он есть. Но ты себя любишь, независимо от того, будет ли он себя любить или нет. А можно тогда такой какой-то момент, как происходит узнавание? Узнавание своего человека, через что это происходит? Во-первых, материя тебе даёт того человека автоматически, тот, который тебе сейчас соответствует по карме, по материальной эволюции. Я же говорю, мы как клетки, мимо проплыл, мы берём, но там говорим, ой, нет, вот я этого не хотел. Дают, всегда дают. Ага, вот это, говорит, узнать своего человека. Ты его не можешь не узнать, потому что у тебя внутри сработает какая-то часть твоего астрала, что да, это тот человек, который мне сейчас нужен, и всё. И ты на него почему-то вот обратишь внимание. Хотя при тех же самых обстоятельствах полгода назад ты вот даже вообще, типа, ну, и что, он был не твоим, стал твоим? Нет. То есть вот сейчас ты, значит, в таком состоянии, что вот ты обращаешь внимание. А если период какого-то одиночества, что ты несколько лет или месяцев один, значит, что? Нет человека? Их всегда, вагон ходит рядом. Нет, просто ты находишься, да, в ситуации какого-то, например, переваривания. Ты там со всеми своими бывшими разводился, 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 на всех обижался, ещё ничего не переварил, так ты их сейчас перевариваешь. Так ты можешь несколько лет находиться в состоянии одиночества. Понимаешь? А потом как бы искать своего человека. А как его совести? А ты чего не понимаешь, какого дальше хочешь? То есть чтобы хотеть дальше, ну, это как, знаешь, вот уровни. У тебя должно вот утряска, усушка там, да, вот тут уложиться. И тогда следующий кто? Понимаешь? Получается, что если нет вот этого следующего кто, значит, там ещё вот этот идёт процесс внутреннего варенья, огонь трения. Ты об них трёшься, ещё с ними выясняешь, или там предъявляешь претензии своим бывшим, да? И поэтому своего-то вот какого, то есть получается, что свой какой-то должен быть такой, об которого ты бывшего будешь долбать, да? Или свой, который уже будет на следующем уровне. Поэтому тут вопрос, когда мы ищем своего человека, мы можем очень часто себя поставить в такую плохую ловушку. Да, то есть надо зафиналить, надо остановиться и искать уже следующего, следующего какого? Следующего, вот то, что мы с тобой сегодня сделали, это реально. Может быть, тебе было неприятно какими-то местами узнать про себя, что тебе реально важна физическое наличие рядом человека. И ещё плюс, чтобы были общие какие-то интересы и цели. В принципе, ты сформировала идеальную семью сейчас, вот эта мыслеформа идеальной семьи, в которой вы вместе, да, у вас есть совместная эмоциональная поддержка, да, и у вас есть совместная цель. То есть ваш паровоз куда-то вместе, да, ваши паровозы, но всё-таки у тебя в голове один паровоз, да, ваш паровоз вместе идёт куда-то как к одному светлому будущему. Если ещё осталось закрыть какие-то другие вещи, как родственники, детей, совместное где-то место проживания, которое сложно решается, и такая какая-то работа, чтобы ты им всё-таки гордилась, а ты не хочешь быть параллельным паровозом, тебе нужно, чтобы он был главнее. Понимаешь? То есть вот эти ещё вещи в твоей вот этой картине, да, их нужно ещё продумывать, и тогда вот этот вот твой, как ты говоришь, правильный человек, он появится в течение месяца, понимаешь? Самое главное – точно понимать, что ты хочешь. А это не то, что, может, он уже появился? Сколько незакрытых вопросов мы сейчас с тобой, вот я сейчас обозначила. Да смотри, как интересно. Это вот психология обычного человека. Куча вопросов нерешённых, но я о них не буду думать, ну типа, ну общие же как-то так, а то, что там рога торчат, копыта отваливаются или хвост торчит, ну типа, ну не страшно, главное – общие. Вот как бы оно берём. Зачем заключать контракт, не зная до конца условий контракта? Так ладно, как обнаружить задачи в отношениях? Вот как понять, что нам конкретно, Боженко сказал сделать вместе, да, вот для чего нас соединили, что мы должны сделать в этот мир. А зачем обязательно что-то должны вместе делать в этот мир? А почему, зачем мы тогда встретились? Ну то есть так… Почереться друг о друге, получить опыт материального существования. И всё, большинство – это именно так. Ну что, давайте что-нибудь для зрителей уже расскажем. Что я хотела сказать? Про задачи в отношениях. Когда люди встречаются, у них есть определённые задачи, правильно? Или нет? Вот вы сказали, обтереться друг об друга. Получить какой-то опыт, да, и что, и получается разойтись. Либо у них есть какие-то определённые задачи, которые им нужно сделать, для которых вы их соединили. Вот так понять, какие это задачи. Ну если мы возвращаемся на обычный человеческий язык… Да, пожалуйста. Любые отношения даются для чего-то, да, то есть даже если вы поругались в этих отношениях, да, разошлись или вас обидели, то есть всё равно эти отношения как трение, да, для чего-то, чтобы что-то произошло. Если у тебя внутри не происходит никаких процессов эволюции, смотри, есть огонь трения внутри, когда ты внутри эволюционируешь, что-то осознаёшь, да, тогда тебе тереть снаружи необязательно. Да, то есть получается, что люди встречаются снаружи, и если у тебя внутри и так происходят какие-то процессы, то тебя эти люди не создают для тебя никаких проблем, да, они тебя не бросают, не кидают, не предают, не изменяют и так далее, да, то есть смотри, даже та же самая измена. Человек встретился для того, чтобы ты в него влюбилась, да, и он тебе потом начинает изменять. Вот это тот огонь трения, который у тебя внутри возникает по отношению к тому, что ты знаешь, что тебе изменили, или ты чувствуешь, что тебя изменили, у тебя появляется зависть, ревность, контроль, власть, ты с тебя начинаешь сравнивать непонятно с кем. Вот для чего нужно вот это трение, давай скажи мне, для чего оно нужно, чтобы тебя к чему вывести, к следующему какому-то уровню понимания? К каким-то осознанием. К каким? К росту. К росту какому? Ну, у каждого с вами, наверное. Вариант, например. Ну, например, что... Когда есть трение, когда вы расстаетесь, я пропустила, или когда... Когда это изменили. А, когда изменяю. Ну, про любовь к себе, ну, что я ценна сама по себе, и, возможно, этот человек изменил для того, чтобы через такую болючую ситуацию, да, вернуть мое внимание к себе, и... Чтобы я начала уже что-то делать, наконец. Например, там, это... Кто-то может со внешностью работать, кто-то может пойти там... Да, или пошел он нафиг, я и без тебя прекрасна. Все, я не буду я тогда тебя больше ждать, если ты такой казин. Ну, либо пошел нафиг, да, и вообще другую линию жизни женщина может раскрыть. Да? То есть все, отсоединилась, она поняла свою самоценность, сказала, что нет, мне такой партнер не нужен, да, я не готова там прощать или еще что-то такое, я пойду заниматься собой, и как бы выбрала другой вектор абсолютно. Вот. Либо в этих же отношениях она поняла, что нужно измениться, трансформироваться, начала заниматься собой, там, внутренне, внешне, там, да, ну, короче, внутренняя трансформация. Да, стало крутое, независимое, и он тогда сам за ней бегает и говорит, вот это моя бывшая, такая прекрасная, да. То есть смотри, любой огонь трени, да, даже такой болезненный факт, которого мы все пытаемся избежать, допустим, да, если такие болезненные факты были обязательно, но у каждого свои в предыдущих отношениях. Так что хотите сказать? Получается, вы ради этого встречались с этим человеком? Да. То есть вы сделали кучу всего, вы съездили какие-то отпуска, вы рожали детей, вы строили дома, квартиры, вы работали вместе, вы друг другу помогали, вы там сопли друг другу потирали, когда была простуда, вы делали кучу всего, но на самом деле любые отношения строятся для того, чтобы мы внутри эволюционно через вот как раз какие-то вот эти вот трения друг об дружку, через провокации, притирки и так далее, мы внутри эволюционер. Даже если человек один ушёл, вырос на другой уровень, уже готов построить другие отношения, а тот человек ещё по-прежнему его удерживает и с ним трётся в отношениях, то это тоже эволюция. И даже если эта эволюция ещё будет 10 или 20 лет продолжаться, то есть это всё равно вот этот смысл, для чего люди встретились. Там уже другая семья, а здесь 20 лет человек по-прежнему трётся от того человека, и всё, что происходит, всех проходящих с тем старым любимым сравнивает. Это тоже, получается, продолжающиеся отношения. То есть, получается, у любых отношений смысл не в том, что вы физически сделаете, на какие отпуска вы съездите, каких машин вы вместе купите или какие вместе вы проекты сделаете. Обратите внимание. А то, какой внутренний огонь вы совершаете. Теперь смотри, почему вот эти внутренние конфликты на определённом уровне, у взрослых отношений, ментально центрированных, они прекращаются. Потому что смотри, когда ты паровоз, он паровоз, вам нужно внутри ещё, чтобы у вас внутри были конфликты. Когда у него конфликты на своей работе, свои преодолевания препятствий, у него внешнее трение, у тебя на своей работе внешнее трение, понимаешь? А вы внутри уже, вот вы любите друг дружку. Вот она где гармония и конфликт, понимаешь? То есть, когда у человека есть социальная реализованность, понимаешь? У него тогда нет необходимости во внутренних семейных терках и конфликтах. Ты видишь, как в чём барланс и гармония жизни. Поэтому почему я тебе говорю? Ты уж выбирай, где вы тереться будете. Или снаружи, об внешнее препятствия, преодоление каких-то творческих кризисов и социальных, налоговых и так далее. Проекты двигать будете собой. Или у вас внутри. Так смотри, очень часто, почему успешные люди выбирают путь одиночества? Потому что они там трутся. И дома не хотят. И ещё дома их всё время. А ты мне скажи, что я самая прекрасная. Дай мне поспать. И ты дай мне еды и скажи мне, что ты меня любишь и замолчи уже. Всё. Понимаешь? То есть вот это естественная стадия, когда человек растёт и начинает творить уже на горловой чакре. Все хотят быть замужем за миллионерами, а ты попробуй быть его женой. Ты должна мужчине, который миллионер, он паровоз, у него внешнее трение. Он должен приходить в семью, и ты ему должна обеспечить полное отсутствие трения. Хорошо. А как тогда, если брать пары, где оба личности, оба развиваются, оба работают, и как тогда здесь балансировать? Вот как раз они великолепно балансируются. Классно, когда там мужчина, он там на пьедестале, женщина пришла, его там окутала, своя любовь, приготовила. А женщина тоже, она работала, она что-то ездила, что-то там творила, создавала, и она тоже хочет домой прийти, там любви, заботы, ласки, и как тогда совместить эти два понятия. Еще раз, у нас семья для чего? Для чего? Для поддержки. Ну, а зачем тогда любовь и забота? Кто готовит должен? Кто мусор должен выносить? Я вот не знаю, кто. Какие роли вообще, обязанности у женщины, какие у мужчины? Вот если мы берем древние наши законы, вот эти все правила, законы, женщина работает, женщина убирается, готовит. Мы про семью будущего. А про семью будущего вот расскажите, где там, как вот эти обязанности должны распределяться? Как это должно быть? Вот вы говорите все время про 30-е годы, вот у нас сейчас идет массовая подготовка в академии, вы свои активно это подготавливаете людей к этому большому переходу в осознанном коучинге. И вот, допустим, 30-й год, до 2030-й. Какие отношения будущего нас ждут? А если мы начнем с самого главного, то, что ты делаешь, от каждого по способностям, с каждого по потребностям, то есть то, что может, тот и делает. Когда у тебя нету вот этого авторитарного режима, ты должна, ты женщина и так далее, когда у тебя нет гордыни, эго, что я якобы мужик, ну хоть нищий, но я якобы мужик, ты должна меня обслуживать, даже если ты зарабатываешь больше, то есть когда это неравный брак, то вообще о какой эволюции? Тут эволюционный неравный брак. То есть получается, что женщина согласилась быть с кем-то, пусть плохенький, но свой, при этом соглашаться с ролью, что типа я тут такая, я должна быть замужем, муж должен быть, она работает, она директор завода, а он пришёл такой, и он такой вот, я мужик. То есть она должна ещё и еду приготовить, и детей вырастить, и магазин сходить. То есть она должна всё делать. То есть вот как раз, да, эти отношения, они будут отмирать катастрофической силой. И женщины выходят из этих отношений, потому что у них начинают работать третьи чакры, активные действия, социальная реализация, притяжение, возможности. Если ещё женщины перестанут себя жалеть при этом, что как-то так, я несчастная, я вот теперь без какого-то вот такого вот недоделанного Васи, так уж полно доделанных петь, Вась, да, и так далее, их полно. Только получается, что вот эта вот жертвенность, традиции, и привычки старого, так что у нас получается вот с вами отмирать, старые стереотипы отношений, что обязательно мужчина должен быть добытчиком. С какого перепугу? То есть в 30-м году мы будем наблюдать картину, что... Ну да, в всяком случае не с 30-го года, а с 30-го года большинство людей, выживших и прошедших этот этап, они будут всё-таки жечь, большинство из них именно на отношении выше диафрагмы. То есть, например, если женщина зарабатывает больше, то это it's ok. не будет никаких недопониманий. Эра Водолея это как раз-таки про свободу самореализации. Сейчас всё равно даже я живу в концепции того, что мужчина должен быть... Мужик, он вообще это добытчик. Для мужчины, вот даже мы с операторами нашими поговорили в перерыве, что для мужчины это тоже важно быть добытчиком. там, я глава семьи, да, и... Ну, короче. Да, концепция семьи внутри энергетически будет меняться. Может быть, опять же, это займёт ещё и 10, и 20, и 30 лет, но уже сейчас она меняется, и дальше вот это вот размывание половых обязанностей, то, кто первый встал, чьи тапки, кто есть хочет, тот готовит. Идёшь в магазин, если у тебя есть деньги, ты покупаешь продукт домой, да, то есть взаимная забота и обеспечение двух равных партнёров об общем каком-то быте или семье. И вот эти вот обязательства, ну, смотрите, как у нас вот эта родовая система, традиционная система разрушается с какой-то катастрофической скоростью. И то, что ты потом будешь женщиной, которая зарабатывает в 100 раз больше своего мужчины, но при этом ты позволишься, в конце концов его любить. Потому что сейчас ты не можешь себе позволить его любить, потому что ну, он должен был быть лучше, я буду пытаться его вырастить, чтобы он стал каким-то таким, и тогда я его полюблю. Понимаешь? Вот это вопрос про водолейские отношения, про свободу, любить кого хочешь, когда хочешь, как хочешь, но опять же про верность, потому что желание и привязанность именно к сексуальным отношениям будет гораздо меньше. Потому что сейчас мы себя в основном ощущаем именно через сексуальные отношения, мы чувствуем, что да, я есть, я нужен, я живой. Так что семья будущего это партнерство людей, и ты через 20 лет не будешь задаваться вопросом, почему я больше зарабатываю, и я покупаю продукты в дом. То есть тебе будет от этого комфортно. Ну, время пройдет чуть-чуть, дайте себе. Интересно, вообще, что будет с нашими детьми, но прежде чем начать тему детей, тоже, да, немножечко уделим этому времени. Все-таки я хочу про вашу академию уточнить, потому что мы уже несколько раз упомянули. Буквально в нескольких словах расскажите, пожалуйста, что происходит в вашей академии, и для чего люди туда приходят. Люди приходят в нашу академию и раскрывают свои сверхспособности. Это первое. То есть абсолютно психологическим путем, методами йоги, управления сознанием. Ты раскрываешь себе способность видеть, знать будущее, знать мысли, видеть материи, знать, что хочет человек, который находится искренне, намерение, человека, который рядом с тобой. Понимать, как встроены наши мальчишки, наши девчонки. То есть в наше время сейчас для того, чтобы перестать бояться и начать жить, надо знать, кто с тобой рядом. То есть во-первых, вылечить себя, избавиться от твоих каких-то болезней, построить свою новую энергетическую структуру, начать управлять своими доходами, отношениями. Всем нужно в жизни управлять сознательно. Чтобы чем-то управлять, должен понять, из чего ты состоишь, из чего оно состоит, и знать, как этим управлять. Без всяких чертей, без ритуалов, без всяких космических каналов. А совершенно исходя из того, что есть такая концепция, ты как сверхсознание, ты можешь управлять материей, совершенно экологичным путем, даже менять мысль. Поэтому наша академия существует уже много-много десятков лет, официально с 2012 года мы вышли онлайн, до этого существовали в оффлайне. Мы даем людям возможность из сверхсознательного состояния пересмотреть себя, свою жизнь, пересобрать свою жизнь. То есть это настоящий коучинг сверхсознательных состояний, и за полгода человек полностью меняется. То есть начиная от не знаю, боюсь, через месяц уже открываются сверхспособности, то есть человек становится просветленным с точки зрения обладания своими способностями. Знаешь, просветление это состояние сознания, то есть возможность видеть то, что не видят люди, которые ограничены умом личности. То есть что просветление это особое состояние сознания. И ты из этого состояния просветления можешь видеть, знать и много чего решать и делать. Получается, к просветлению можно прийти за небольшой срок, в течение месяца, за несколько шагов. И, ну что, друзья, для тех, кто готов осознанно жить и вообще возможно поменять вектор своей жизни совершенно другую сторону, то внизу под видео я оставляю ссылочку на курс, который стартует 29 августа это то, что действительно может повлиять очень мощно на вашу жизнь и, я думаю, что на ваших окружающих, на вашу семью, на всю вашу родовую систему. Внизу под видео мы оставляем эту ссылочку, а также на запись вебинара совершенно безоплатного, на котором надежда разбирает такие вопросы, как распознать свою суперсилу. запись этого вебинара будет также внизу под этим видео. Мне бы хотелось затронуть еще такую тему, про отношения в семье, мы поговорили, про отношения с детьми, можем такую небольшую тему затронуть, и про взаимоотношения в целом с людьми, с коллегами, с партнерами. Мне интересно, наши дети, что их ожидает тогда, уже после 30-го года, как с ними выстраивают взаимоотношения экологично, своевременно, в рамках нового времени. Обратите внимание, что если у вас сейчас есть дети, они выстраивают свои отношения по-другому, чем выстраивали мы. Это как? Они менее привязчивы, то есть уже у них степень эмоциональной привязанности к людям ниже, чем была у нас с вами. То есть мало того, что у них есть возможность общаться с большим количеством людей по интернету, друг по Роблоксу может находиться непонятно, где я вообще могу никогда не встретить, и он будет мне дороже, чем тот Вася, который живёт со мной на одной лестничной клетке. Понимаешь? То есть если наши дети будущего, они будут уже в этом смысле более свободны, чем мы, потому что у нас есть какие-то обязательства, надо. А у них потёрлись, не подошли, разошлись. Потёрлись, мой, не мой человек, есть общее, да, и разошлись. А у нас с вами, ну как, ты же уже как бы выстроил какую-то концепцию, что ты должен быть с этим человеком, должен быть долго, вы должны жить вместе, родить детей, потом умереть, второе, ты чего? Алло, мне всё, мне человек нужен на час. Ты понимаешь? Вот это какое отношение. Поэтому мы должны с вами тоже готовить себя к этому большому информационной ёмкости, и ты тоже будешь строить отношения с людьми, которые тебе в моменте, в месяц, в год, да, на какой-то промежуток времени будут давать то, что тебе необходимо. А всё остальное ты будешь компенсировать за счёт информационных потоков, собственной реализации, за счёт этих VR-очков и телесных, опять же, ощущений в интернете. Ты никуда не денешься, мы все будем носить эти костюмы, где тебе будут передаваться эти же физические и телесные ощущения. Если смотреть все фантастические фильмы про эти VR-очки и про то, какой наша будущий нас ожидает, это называется сейчас фантастикой, но по факту, если всё это смотреть как документальное кино, которое нас ожидает, ну как бы действительно это возможно так и будет. Конечно, сейчас пока сложновато это представить. Для чего мы встречаемся с другим человеком? Для того, чтобы мы эмоционально... А если ты эту эмоцию получаешь в интернете, котик, зачем тебе человек? Потому что я человек, я хочу трогать. Ты ещё пока такой человек, который хочет трогать, а твои дети уже не захотят обязательно трогать, им можно будет получить то же самое эмоцию через интернет. Я хочу, чтобы мой ребёнок ходила, чтобы она гуляла в парке, лазила в лужах, на деревья залезала, чтобы она тусила, знакомилась, общалась с детьми. жизнь в оффлайне, жизнь в онлайне. Главное, смотри, эволюционно. Человек живёт для того, чтобы получать опыт материального существования. Душа пришла в тело, физическое, чтобы получить опыт, правильно, коленки поразбивать, в салки поиграть, по парке. А если ты получаешь более интенсивный опыт материального существования, ты получаешь эмоциональный, более насыщенный опыт, чем физический. физика-то тоже должна участвовать. Ну что это, она эмоционально будет в ярочках сидеть дома, получать этот опыт. И тактильно получать полный опыт физического контакта. Ну это ещё не скоро. Через нейрофизиологию очень быстро. Я всё-таки за то, чтобы дети гуляли на улице, они дома сидели. Это понятно, что ты правильная. Да просто эволюция движется к тому, что мы будем получать большой опыт материального существования через интернет. Я не согласна. Думала, что я не согласна. Я против. Подождите. Так и что получается, дети будут сидеть дома в этих ярочках, что им тогда будет всё равно, какая у них, вообще в какой квартире они находятся, в какой комнате, там, да, что она как срач, не убрана, там, главное, дайте что-нибудь поесть, и я пошёл дальше в эти ярочки, и там я буду играть. Вот так это всё будет? Не, играть, жить, работать, зарабатывать. В ярочках? Да. Ну, мне вот кажется, что в какой-то степени ярочки, вот эта вот реальность искусственная, так скажем, она будет для большинства людей, то есть для пластов, для бедного населения, а богатые люди, которые могут себе позволить физически путешествовать, да, то есть это другая прослойка, то есть это более такой высокий уровень, будет доступный именно в материи, чувствовать океан, там, солнышко и так далее. А для... Да, элита будет жить в реальности физической, а масса будет просто жить в физической, эмоциональной, искусственной реальности. получается, им не нужно будет путешествовать. Будет, еще будет третья категория людей, которая будет интернет-элита, то есть те, которые управляют всеми остальными, которые просто живут и потребляют интернет-реальность. То есть интернет-элита, элита, которая может себе позволить жить живьем. Обалдеть можно. Да, ходить живьем в школы, не обучаться в школах через интернет. То есть образование живьем будет абсолютно элитарным. И путешествия, то есть сейчас как скаканули, там, цены на билеты, да, все путешествия, ну, как бы, это сейчас все гораздо дороже, чем это было несколько лет назад, да, до пандемии. То есть сейчас это уже, как бы, большой скачок. Ходить в школу, да, там, многие перешли на онлайн-образование и, как бы, сейчас особо пропагандируется, что это классно, мы можем, как бы, быть непривязанными. С одной стороны, да, но с другой стороны, мне не подходит эта, короче, история. У меня есть такое некое сопротивление. Мы можем много с тобой говорить про то, что нам не подходит. Да, это понятно. Давайте мы не будем ругаться с эволюцией, что нам много, может, чего не подходит. С другой стороны, если у нас есть такое сопротивление, да, то мы не можем отрицать того, что действительно надвигается, что нам нужно просто принять какие-то вот эти моменты. Если ты можешь адаптироваться, не можешь победить, возглавь. О, это хорошо. Правильно? Если ты не можешь победить интернет-реальность, ты должен её возглавить. Обернуть эту интернет-реальность на пользу своему же ребёнку. Прекрасно. Как это сделать? Ну, например, заставить ребёнка не играть, а создавать что-то в интернет-реальность. Мой ребёнок в 11 лет уже является создателем очень успешной интернет-игры в Роблоксе. Ага, я Роблокс, я знаю, у меня дочка играет. Она играет, а моя пишет программы в Роблоксе. Ух ты, это другой уровень, конечно. Это вот, понимаешь, потому что мой ребёнок будет в интернет не поиграть, а поработать. Прикольно. И когда у нас идёт дождь, мы садимся перед двумя огроменными компьютерами. Играете в Роблокс? Нет. Она садится перед двумя огроменными компьютерами, говорит, я тебе сейчас игру напишу. Мам, подожди. Два часа, и у нас там новые локации, какие-то избушки на курьих ножках. У нас там тут качели катаются. Это у меня, говорит, зона для чиллаута. Игра в интернет-пространстве. Понимаешь, если ты не можешь победить, возглавь. Обучите вашего ребёнка жить сознательно в интернет-реальности. Не чтобы он там развлекался, а чтобы он там творил, создавал, чтобы он что-то там продуктивное делал. Потому что вы живут там, в этом будущем мире. Только те, кто могут там не зависеть, а что-то создавать. Опять же, если ваш ребёнок любит рисовать, научите его 3D-дизайн, интернет-программирование, моделирование. Это огромное поле для возможностей. Почему именно кисточки, грёбанная краска, и это грязь на полу? Пусть рисует в интернете, пусть создаёт модели, пусть создаёт эти, как называется, фигурки, которые стоят потом миллионы. Просто нам говорили же, что искусственный интеллект не заменит никогда там музыканов, художников. А сейчас мы уже наблюдаем картину. Как раз-таки в интернете, в компьютерах, я, может, неправильно сейчас выражаюсь, но творчество, интернет-творчество, интернет-дизайн, возможности создания реально, это очень высоко оплачивает. Посмотрите, какое количество набирают просмотры художники, которые анимируют или создают какие-то образы именно в цифровой реальности. А чем это лучше или хуже, чем то, что вы купите своему ребёнку кисточку, холст и скажете, иди рисуй горшок с оттенками. Он быстрее больше всего вас может освоить в двух реальностях. Опять же, возможность изучения языков. У вас ребёнок прекрасно заговорит на английском, если вы его отправите заниматься программированием. Потому что у вас есть проблема заставить ребёнка выучить английский язык. Пол мира в интернете разговаривает на английском. Он вас сразу же заговорит на английском. Решение вопроса с языками. Дальше следующее. Если ваш ребёнок, например, заинтересовался какой-то в интернете, опять же, культурой аниме, которая сейчас очень популярна, это означает, что у вас ребёнок начнёт изучать японский язык, другие культуры, другие возможности. То есть интернет – это возможность быстрого изучения других разнообразных культур, информации и потоков вас данных. Мы, родители, с вами примитивно мыслящие существа. Мы боимся, просто боимся, потому что боимся. Но ведь в интернете куча всего интересного, куда можем направить ребёнка. Боимся, потому что не знают. Изучение истории. Если ребёнок интересуется историей, так, давай мы сейчас найдём всё про самолёты, со времён царя гороха, как их строили, давай мы вместе потом сделаем какую-то модель самолёта в полный рост, из палок и картона. Всё, вот тебе интерес. Куча информации можно получать благодаря интернету. Научить ребёнка пользоваться интернетом. Не как, что ты сидишь перед этой штукой мерзкой, отвратительной, да? А что ты здесь делал сегодня? А покажи. А какой ты молодец. А что ты сегодня узнал? Да, совершенно другой подход. Совершенно другой подход. И вообще я могу чувствовать от зрителей такое некое сопротивление, потому что сейчас Надежда рассказывает про какое-то недалёкое уже будущее. Но на самом деле, если вы пересмотрите наши выпуски с Надеждой по поводу прогностики и проанализируете, и посмотрите, как это всё сбывается, то тут не остаётся никаких сомнений. Ещё у Надежды есть потрясающий телеграм-канал, в котором тоже есть некие прогнозы на каждый день, на неделю, на месяц, на год, на несколько лет. Правильно я говорю? Да. И получается, это тоже мы внизу под видео оставим, вы сможете заходить, просматривать вообще, что происходит сейчас в мире. И можно этому пугаться, прятаться, закрывать глаза, но по факту как бы оно просто в какой-то момент нагрянет и предупреждён вооружён. Действительно, мне нравится эта идея. Если не можешь справиться, то возгладь. Если не можешь победить, то возгладь. Как мы раньше реагировали? Давайте так. Вот в моё время, в 80-е годы, появились вот эти компьютеры. Динь-динь-динь, вот эта связь интернетовская, какие-то комы, доты. Мы думали, что за фигня, зачем вообще всё это надо? Господи, как ты сейчас без доткомов, без компьютеров и без интернета? Сколько для нас сейчас возможности получать информацию? Ты в библиотеке давно была? Ну вот в институте была, в библиотеке имени Ленина, да, когда я готовилась к диплому, сколько лет прошло? Я когда писала диссертацию, я тоже сидела, блядь, а кем и не Ленина. Потом, после этого, всё, 2002 год, начался интернет, сейчас всё можно найти в интернете, всё, вот вы нас смотрите в интернете, вы меня можете узнать через интернет, благодаря интернету, благодаря тому, что сейчас есть эти новые технологии. Надо просто брать и использовать их на благо, понимая свои интересы. Чем чётче вы сможете сформулировать свой интерес, ваша энергия должна идти в соответствии с тем, что чего у вас больше. Если мы просто тратим своё время, потому что тебе нечем себя занять, да, ты ждёшь, пока он не позвонит, например, да, ну, очень много людей просто ждут, пока вот оно не придёт рядом, не будет сидеть рядом, да, когда уровень... Оно в смысле что? Человек? Человек, да. Оно, она, он, оно, ну, вот был бы милый рядом, а пока оно нету рядом, мне нечем время убить, вот-вот и буду тогда вот-вот листать ленту, чем-нибудь делать вид, что я чем-то умным занят, понимаешь? Так вот фишка в чём? Не жить ради того, чтобы кто-то был с тобой рядом, а себя реализовывать, понимаешь? Не жди просто, пока он или она придёт или будет, потому что в это всё время, понимаешь, есть масса возможностей и куча энергии, которая через тебя идёт, которая требует своего проявления реализации. И тот же самый интернет, ты берёшь и смотришь, ага, вот какой вид творчества, какой вид знаний, или как я хочу себя проявить, всё, и начинаешь действовать, и потом посмотришь, что у тебя со временем возникает независимость, не созависимость от того, что есть оно рядом или нету его рядом, а свобода, и ты можешь уже любить или не любить, да, хотя, ну, ты уже сама по себе ценность, выходить, главное, из вот этой второй чакры нашей творчества, да, то есть, потому что всегда есть возможность себя проявить, а интернет это один из способов, то есть, как можно себя найти. Творчество, создание, и свобода. На самом деле мы сейчас с вами... Творчество, создание и свобода, да, творчество, создание и свобода, да, это все верхние чакры, вся следующая подраса человеческая, да, вот эта шестая подраса, наша арийская раса, она вся будет про свободу, про творчество и про индивидуальность. А про любовь? А любовь, она естественна, потому что ты себя любишь, ты творческая, свободная индивидуальность. Ты уже и себя любишь, и других можешь любить, а сейчас ты себя не можешь любить, Потому что ты пока не творческая, не свободная и не индивидуальность Смотрите, мы с вами на самом деле затрагивали тему про любовь Сказали, что поговорим про нее попозже И да, мне хочется сегодня подытожить на самом деле нашу такую беседу Она началась с отношений, перетекла в интернет, новые технологии Сколько у меня было сегодня сопротивления Но все равно самое основное чувство, которое дано нам в человеческом деле Ощущать, это любовь Вообще, что такое любовь? Мы чаще всего любим через тревогу Любовь-тревога, любовь-забота, любовь-страх Вот это то, что сейчас реально есть Любовь был бы милый рядом, физическое наличие тела Это очень важная часть любви Да ладно, я уже все-все-все-все Дальше Любовь через реализацию То есть человек тебе Ты об этого человека самоутверждаешься То есть это, например, абьюзивные отношения То есть человек ты подавляешь, ты его контролируешь И вот за счет того, что ты человека самоутверждаешься Женщины тоже есть абьюзеры Очень даже сильные, великолепные женщины-абьюзеры То есть такая любовь самоутверждение Любовь-контроль Или твоя мама контролирует тебя таким образом, любит Ей нужно знать, что ты делаешь, что ты думаешь, кого ты любишь И вот пока она знает, она спокойна Даже если ты сказал ей что-то плохое, после этого она начинает переживать Все, уже для нее твой парень плохой Ты потом с ним помирилась, но все равно потом парень плохой Это вот такая любовь, да? Любовь-забота, любовь-контроль Так вот, смотри, у нас очень много видов этой любви И вся эта любовь, она объединяется одним Вся эта любовь есть созависимость Например, у нас есть любовь на уровне физического плана Это когда просто сексуальная любовь, удовлетворение Спасибо, что живой Признание того, что ты есть, ты существуешь Пометить территорию, чтобы не было ревности Мое, продолжить род Базовые физические потребности То есть признать свое существование Опять же, люди во время боевых действий На войне с удовольствием занимаются сексом Потому что, как в последний раз Потому что ощущение наполненности жизни Признание ей есть, я существую, я живой Все, признали Это обязательная базовая потребность Она есть, существует Дальше, эмоциональная любовь То, что мы чаще называем любовь Ты служишь человеку Зарабатываешь деньги Или готовишь для него завтрак Ты хочешь, чтобы в ответ тебя признали То есть, получается, что любовь-признание Правильно? Ну, тоже такое вин-вин Выслуживание Должно быть Выслуживание, да Заслужить любовь Чтобы тебе дали поддержку Сказали тебе, что ты хороший То есть, вот это любовь Правильно? Да Но это же любовь? Ну По-человечески По-человеческим законам Да Ну, настоящая любовь? Ну, видимо, нет, если вы дальше Настоящая любовь! И это настоящая любовь Дальше Второй вид любви Третье Мы про физические Теперь три вида астральной любви Астральная любовь Ты главный Вокруг тебя крутятся Тебе служат Тебе поклоняются Ты крутая Ты красивая О тебе заботятся Ты чувствуешь, что ты в центре внимания Это любовь? Ну, это приятно очень Классный ребенок Это классно, но это как будто бы игра в одни ворота получается Да Ну, видимо, не совсем Да Ну, а если тебя вдруг не признали И вторая девушка пришла в таком же платье, как и ты, на вечеринку Или от тебя ушли и сказали другая лучше Ну, это обидно, да На человеческом уровне это обидно На уровне души, конечно, там все Это вот называется любовь Если тебя признают Если тебя считают в центре внимания Если вокруг тебя крутятся, это называется любовь Ну, на каком-то этапе да Да Третий вариант любви Ты контролируешь Тех, кого ты любишь И они тебя любят Потому что они тебе подчиняются Они тебя считают авторитетом Или важным Или ценным Или ценным трофеем Или ценным каким-то Важным лидером Или ценной женой Трофейной Понимаешь? То есть ты как вот часть антуража Да То есть как машина Красивая женщина То есть все должно быть так Чтобы вот тут другие мужики завидовали И ты должна тоже быть не хуже других Естественно, хорошо одета Хорошо выглядеть и так далее Это любовь И да и нет Ну, то есть на человеческом уровне да На каком-то из уровней, да Человеческого сознания да Но на, если брать уровень души Там более высокий уровень сознания То нет Все, это вот все виды любви до диафрагмы Мы сейчас разобрали И это все называется любовь Ой, он меня не любит Давай разберемся, как он тебя не любит Понимаешь? Каким из вот этих четырех видов любви он тебя не любит? Теперь смотри Чтобы выйти из этого, мы выходим на диафрагму Когда-нибудь все мы там будем очень скоро Чем раньше, тем лучше Так мы можем уже сейчас там начать жить Не жди ты, пока тебя всю эту дурь выколотят Давай делай сейчас Так вот, чтобы сейчас уже сразу же Ты себя любишь Независимо от того, любят тебя или нет Ой, а как это? Я больше не трофейная жена? Ой, а лучше что? Теперь не самая классная тёлка? Вокруг меня они крусятся? Ой, а мне что, не нужно заслуживать любовь? Как это? Понимаешь? Вот оно, понимаешь? Вот это вот осознавание свободы от привязанностей Свободы от того, что ты себя любишь, когда тебя любят Когда ты просто начинаешь позволять себе любить себя за то, что ты есть Любить себя и любить другого человека Но это я люблю себя за то, что независимо от того, любят меня или нет Вот это тот уровень, который приходит, когда мы пытаемся оторваться Это не придёт сразу же Сначала надо понаблюдать Своими вот этими привязанностями Созависимостями За этим астралом За физикой За всеми этими верёвочками, которые поддерживают Но сам факт того, что ты начинаешь за этим наблюдать Уже даёт тебе освобождение Пусть пока ты продолжаешь все те же самые отношения Пусть ты продолжаешь всю эту же якобы любовь Но это не любовь, как фильм Но это какая разница Сам факт того, что ты уже видишь Что ты себя любишь, когда тебя любят определённым способом Понимаешь, сам факт понятия этого Значит, если тебя любят определённым способом А потом перестали любить таким способом То у тебя нет трагедии То ты уже свободен То ты можешь себе позволить, что да Если вы меня не будете любить как трофейную жену Или не будете как центр вселенной Или вы мне не будете прислуживать и отчитываться То, что контролировать не буду я то, что вы делаете Я от этого не перестаю уже быть собой Я себя продолжаю любить Независимо от того, любите вы меня или нет Понимаешь Всё, ты уже выходишь на этот уровень свободы И после этого ты уже действительно можешь строить совершенно другие отношения Обычно мы эволюционно приходим к этому как? Настрадавшись, будучи сто разброшенными Разочарованными, обиженными и так далее У нас со временем через обиду Через, наоборот, преодоление Отрывание привязанности с мясом, с болью С разводами, с потерями Мы всё равно приходим к этому состоянию Смотри, через контрзависимость Через то, чтобы сначала потерять Обидеться, чтобы поболело Потом, ах, всё, я себя любить буду Независимо от того, любите ли вы меня или нет И начинается «Никто мне не нужен» Знаешь? Да, какое-то время А потом всё успокаивается, становится нормально Так зачем столько мучиться? Если сейчас каждый из нас уже имеет конкретный рабочий материал Сейчас у тебя есть какая-то любовь Какие-то отношения Наблюдаешь сейчас, за что ты себя сейчас любишь Ты себя сейчас любишь, потому что к тебе относятся Определённым образом или способом Вот эти четыре вида любви я вам сейчас рассказала Уже смотришь, окей, хорошо Думаешь так, хорошо Меня сейчас это устраивает Мне сейчас это надо Мне сейчас это выгодно Мне сейчас это классно Я понимаю, что да, сейчас мне это нужно Для удовлетворения каких-то потребностей Или какого-то дня трения Я трусь Но я понимаю, что я уже увидя Я уже от этого освобождаюсь Я уже от этого как бы приподнимаюсь Понимаешь? Уже нет у меня этой зависимости Ну не буду я твоей трофейной женой Ну ладно Буду сама себе или другого найду Всё, фигня, война Главные манёвры Понимаешь, то есть ты уже как бы высвобождаешься из-за этого И потом, когда случается, что тебе даётся возможность Выйти на следующий уровень отношений уже Без вот этой какой-то кармической привязанности Ты встречаешь совершенно другого человека Самое главное, как вот избавление от кармических таких ситуаций Это главное увидеть, понять механизм кармы Который у тебя сейчас работает Или вот этого урока, от которого ты пока убегаешь Если ты уже его видишь, то зачем ему нужно на тебя хлопаться, чтобы ты завалился Ты уже видишь, ты уже знаешь То есть уже как минимум сильно не долбанён Фух, я прям чувствую, что вы вещаете, знаете, из какого-то другого уровня У другого уровня осознанности Я потому что чувствую, что я как немножко в трип вошла Когда вы говорите про отношения на абсолютно другом уровне вибрации Но ты поняла сейчас, о чём я говорю? Я поняла Всё, значит, если ты поняла, другие тоже поймут Это слишком сложно Я поняла, вы тоже поймёте, друзья Никуда вам от этого не деться Главное, слушайте и идите вот в поток этого видения Чтобы вам было понятно взгляд на вещи Как на самом деле устроена жизнь и материя Потому что мы смотрим на материю снизу вверх И нам кажется, что над облаками ничего нет Если посмотреть сверху, то у нас красивый шарик, земля Там есть облака, есть континенты и всё И очень миленько и классно То есть мы даём возможность увидеть вещи с другого взгляда И кто готов увидеть вещи с другого взгляда И кто даже не понял, о чём мы сегодня говорим Но очень хочет разобраться Знаете, это из разряда непонятно, но очень интересно Внизу под видео я оставляю ссылочку Для того, чтобы попасть на курс к надежде Который стартует 29 августа Также я оставляю там ссылочку на безоплатный вебинар На телеграм-канал Не с предсказаниями, а с прогнозированием Того, что нас ожидает в ближайшем будущем Этого не стоит ни в коем случае бояться Просто нужно немножечко подготовиться И что, я благодарю за такую расширенную картинку мира Расширенное сознание Сегодня произошёл такой целый мини-тренинг Да, у нас здесь на эфире Я благодарю, мне было безумно полезно Сегодняшняя встреча До встречи в Академии До встречи в Академии Всем пока-пока Пока